Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Юхневичей, человеку, которому сейчас в контексте пандемии коронавируса приковано едва ли не наибольшее внимание, а госпожа Юхневича у нас сейчас на прямой видеолинии, мы договорились о билингвальной беседе, я буду задавать вопросы на русском языке, госпожа Юхневича отвечает на латышском. Госпожа Юхневича, доброе утро, лабрит. Лабрит, доброе утро. Спасибо, что я могу говорить по-латышски, потому что мне трудно будет по-русски вам рассказать так правильно. Спасибо вам, что нашли время для этого разговора. Времени у нас не так много, поэтому сразу перейдем к делу. В первую очередь хотел спросить вас, ну вот прошла неделя с момента, когда стало известно, что вы возглавите это бюро. Не секрет, что на вас обрушился большой пресс внимания со стороны журналистов и общественности. Не обошлось без определенных, как бы это назвать, критических комментариев. Конечно, это связано с тем, какой оклад предусмотрен для работников вашего бюро. Это в определенной степени является раздражающим фактором для общества. Как вы все это переживаете? Является ли это для вас чем-то тяжелым или наоборот мотивирующим? Как это у вас происходит? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лидца то, что это очень неприятно, что, как вы сказали, погаясь недели, потому что погаящая пятница мы узнали конкурса результаты, погаящая пятница 2011 года мы как команды первое время сатикались. По недели у нас есть гана бэриньи, но с осу спрекшу. Вакарь, вальдивая, тихо апстепринировано вакцинации планы. У нас есть гана бэринь, что планы совместно с Веселима и коллегами, и гана бэринь, реалос дарбос, дарбуздавмос, табулас, графикос. Да, господи Ихневич, что касается коммуникации, вы уже сами за эту неделю успели об этом что-то сказать, и все понимают, что это очень важно, потому что можно что-то делать, но если это не разъясняет для общества, то это останется непонятым и доверию не будет способствовать. Вот хотелось бы услышать от вас, как вы видите эту коммуникацию в контексте вакцинации? И, конечно, все-таки в силу того, что мы общаемся вот так билинговально, я не могу не отметить, что вот я смотрел ваш разговор с латвийским телевидением, там вам даже задали вопрос, продемонстрировали график того, что русскоязычные жители Латвии якобы более скептичны по отношению к вакцинации, вы сказали, что необходимо коммуницировать. В таком случае, как эту коммуникацию увидите? Это будет все-таки посредством текстов на русском языке, или все-таки какие-то представители вашего бюро все-таки на русском будут общаться? Вакцинация – это процесс. Лидер то, мусу уздаймс – это человеку информировать, скайдрировать проще эффективную вакцинку, чтобы человек поднимать информацию о лейтенке. Что касается у коммуникации плана, то есть вакарь вакцинации вакцинации плана. Вакцинация плана – это связи садали, что с коммуникацией сабиатрой, которые очень много активных активов, которые, первым, информируют человеку, вторым, я хочу сказать, что человеку из речи, ацени петель, 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 петель вакцинации, если человек изгадает это за свою измельчу. Эва Яхнеевича, глава бюро «Вакцинация» у нас сейчас на прямой видеолинии. Мы, конечно, поговорим, вчера был план «Вакцинации» принят правительством, но прежде всего хотелось бы вас спросить, опять же не секрет, что у нас вся эта вакцинация обернулась таким скандалом, отставкой министра здравоохранения. Вы, наверное, за неделю как-то уже сумели, успели это проанализировать. В чем вам кажется причина, что пошло не так, если простым языком говорить? Это, по-моему, истинно, моя компетенция, и не будет корректа, если я использую какую-то беду, которую мы не знаем, как это парня. Ну, с точки зрения менеджмента, вы как менеджеры имеете в виду? Не как-то дзимеологи, естественно. Ответственность за отракт по саниму с вакцинами. Хорошо, тогда, может быть, вот об этом плане новом, который вчера был утвержден, в двух словах, но все-таки более конкретно. Расскажите, мы так понимаем, что ожидается сайт, на котором люди смогут, ну, хочется верить, легко и просто зарегистрироваться на вакцинацию. Человек, как я понимаю, сможет выбрать время, но не сможет выбрать место, где вакцинироваться. Предусмотрены какие-то коллективные заявления. Расскажите об этом двух словах по пунктам. Вакцина. 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 Доступны. Вакцина. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Глава бюро вакцинации Эва Юхневича у нас на прямой линии. Госпожа Юхневич, еще такой вопрос. У нас есть план вакцинации теперь новый, утвержденный, и это хорошо, но понятно, что не совсем все зависит от нас. То есть многое зависит от поставок, от Евросоюза. И вот, собственно, вопрос, какова эта пропорция? Насколько многое зависит не от нас и может пойти не так, не по нашим действиям, скажем так? Продолжение следует... 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 IT-система, принципу, видос ринду, которая, петь приоритетом группам, иериндет на время, когда человек может принимать вакцинацию. Лидже то будет отгадинаться, будет позиниматься, будет логаться человеку апстепринаться, когда человек иеродится, когда человек может принимать вакцинацию, когда человек может принимать вакцинацию, когда человек может принимать вакцинацию. И первые две, это будет отгадинаться, чтобы человек не провести вакцинацию, и не провести вакцинацию. А вот еще, что касается, нам всем анонсируют, что в будущем, в принципе, нам придется иметь дело с COVID-pass, понятие, которое уже в аэропортах используется. Но якобы будет такой паспорт вакцинации, тебе нужно будет продемонстрировать, при посещении каких-то ивентов, например, что ты вакцинирован, что ты, не знаю, переболел коронавирусом. Это в вашу каким-то образом компетенцию тоже входит? Будет ли отображаться где-то у человека посредством какого-то документа, который он может предъявить, что я вакцинирован, пустите меня на концерт условно? Не, шаи нав муну компетенция, но человеку, петь вакцинации, утрас деба, санем сакцинации сертификат. Это не так, кое ж сакат, но лидер то это недавно цит, так сказать, формат, но, не, не, но, не, но, отмен, не, 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 а, спиросейпа. И вот еще технический момент того, как все это распределяется и вообще организуется. Наше Министерство обороны предлагало активно очень свое содействие, вот, в лице министра Пабрикса он говорил, что у военных очень хороший опыт, логистика, все такое. Вот вы как считаете, опять же, как менеджер? Необходимо ли привлекать, например, Министерство обороны, будет ли это эффективно, чтобы быстрее этот процесс как-то продвигался? Я думаю, что патреец, что это патреец, потому что, что, патреец, мы страдаем, вакцинации планы, ну, так как, стратегии, патрешенцы, но, как вы думаете, это, что вы думаете, это, что вы думаете, что вы думаете, это, что это показалось, что мурвы aligned есть, мы ход jung wanted onions и у more and more давы进. Это измени related, это. Пинки, мне этоgot, . Я хотела еще спросить, может быть, я этого не увидел в докладе о создании бюро, как предусмотрено вообще, то есть в определенный момент, когда вот этот вот этап вакцинации, там, или два этапа вакцинации будет осуществлен, бюро будет распущено, или это вот структура, которая примен здравии теперь будет постоянно работать, потому что понятно, что коронавирус завтра и послезавтра не исчезнет. А какие сроки, примерно, вот этого события вы прогнозируете, если это возможно? Ну что, спасибо большое, глава бюро вакцинации, которая была создана неделю назад, Эва Юхнеевича, была у нас в утреннем эфире. Спасибо вам, госпожа Юхнеевича, и удачи вашей нелегкой работе. Спасибо вам.